друзья мои дорогие всем добрый день продолжаю мою рубрику мужчинам о женщинах женщинам о мужчинах я против того когда у нас идет такое одностороннее гендерное обвинение нападки что либо мальчики плохие либо девочки плохие люди очень разные мотивы разные и призываю вас к системному взгляду к некой такой объективности я как психолог работаю 50 на 50 и с мужчинами и женщинами поэтому некой такой полнотой и до скажем так достаточной выборкой как раз и обладаю чтобы понимать до нужды и потребностей тех и других давайте вот в этих вот двух видео посвященных мужчинам и женщинам поговорим про болевые точки и у тех и других они есть и во многом они пересекаются темы то одни и те же но все-таки давайте разобьем отдельно для мальчиков отдельно для девочек что касается этих болевых точек вот этих вот комплексов этих слабых мест этих страхов через который на которые задевая которые давят на вас мучают вас конечно же многих эта тема касается люди сами себя мучают люди друг друга задирают и даже самые ваши близкие могут вам через это начать мстить начать вас шантажировать и так далее если мы например давайте в этом видео сначала поговорим про женские болевые точки болевые точки на которые давят мужчины на которые давят там какие-то подружки родители в том числе к сожалению откуда это все происходит почему так откуда эти болевые точки берутся конечно же есть определенные предпосылки из детства нередко но вот подгнабливали девушку там за внешность например еще за что-то и плюс есть гендерные стереотипы кто в каком возрасте должен замуж выйти кому что положено не положено и погнали плюс у многих есть от травматичной истории травматичный опыт с бывшими мужчинами многие десятилетиями забыть не могут как конкретный анатолий а что-то там сказал там не то что-то она в интиме например сделала или щиколотки у нее какие-то не такие уши какие-то не такие все что угодно плюс конечно же сказывается среда она очень по-разному может влиять среда может быть неким раздражителем кажется что на фоне этих людей ты какая-то не такая среда может быть такой достаточно непринимающий критикующий получается что человек и не сам себя еще больше запечатывает впечатывает вот в эту вот мысль что с ним что-то не так окружение добавляет плюс даже самые близкие могут на это влиять кому выгодно прививать комплексы вот с этого лучше задумайтесь от зависти люди такое делают просто от зависти они что вас какие-то недостатки а многие чтобы себя не видеть таким слабым таким ненужным некрасивым и так далее вас выискивают минусы чтобы себя успокоить что они так все у меня плохо плюс у немалого количества людей достаточно шаблонное мышление то есть люди очень стереотипно мыслят люди не допускают что есть вообще разные точки зрения разные позиции и это абсолютно нормально люди а когда видят вас что-то такое непонятное чуждое им они быстрее хотят вернуться в свою зону комфорта и поэтому они на вас нападают если мы говорим про близкие отношения то людям выгодно вас обесценивать и контролировать том числе и близким да не все такие но немало тех кто этим пользуются какие комплексы какие болевые точки у женщин есть и к сожалению даже близкие мужчины на это давит внешность у кого что кто-то в целом себя считает некрасивой кто-то конкретные свои грани не любит недооценивает а еще какие болевые точки но вот это вот вся тема замуж замуж не замуж тебя не взяли ты бракованная ты какая-то не такая была нормальная мужик бы с тобой бы не развелся вон твои подружки уже все по выходили а ты вот сидишь и вот это что что не замужем карьеру строишь ну понятно понятно чё личная жизнь то не сложилось то есть вот она понеслась другая тема деторождение нередко она и замуж идет вместе но бывает и отдельно ты замужем а чё ж детка то нет или ну понятно она даже не рожала кто она такая да мать не мать там и прочее прочее или даже если есть дети плохая мать это безответственная мать какая ты вам кто кто угодно наваляет в том числе ваш ну как бы мужчина может вот это вот вам навалять просто зная как это больно когда давят на вот такие вот точки а что еще темы связаны с возрастом естественно там всем хочется быть красивыми привлекательными и так далее но природа есть природа и все-таки особенно если мы берем некое такое наше снг пространство она очень жестокое в плане эйджизма в плане вот этих вот неких возрастных требований возрастных ограничений хотя вслух это не проговаривается то есть типа все толерантно на самом деле и на работу сложнее устроиться и заметьте сами же женщины друг друга гонобят вот послушайте о чем разговаривают в компаниях тут даже мужчина то ни при чем одна подружка про другую постарела брыли какие-то у нее чего-то там у нее обвисло и прочее прочее то есть женщины сами друг другу много дискомфортной среды создают и еще болевые точки у женщины а то что связано вообще с женственностью то женственное не женственно или баба не баба вот это вот вся история что это еще что еще но то что не самостоятельное ты никто или наоборот другой перекос идет ты баба с яйцами да с тобой нормальный мужик не будет вот эти от разные болевые точки особенно те кто в отношениях с деструктивными партнерами состояли наверняка вот всякого такого уже наслушались если вот идут такие обвинения если вас подгнабливают что здесь важно ну во первых конечно же контекст разово если кто-то где-то сказал критику ну надо отматывать цепочку и смотреть что произошло но если вы чувствуете например что у вас там какой-то новый знак увидите что основы знакомства или там новый какой-то контакт неважно мужчина это подруга это там еще кто-то и вдруг вот такая вот иголочка и вдруг это произошло это нельзя спускать с рук то есть это возможно проверка идет насколько вы продаетесь не продаетесь возможно человек привыкает вот так вот всех захватывать и подчинять себе здесь нужно сразу отреагировать вот прям вот проговорить смотри вот ты сейчас вот так вот так вот сказал для меня это неприемлем я считаю неуважением ты уж сам решай будем мы не будем продолжать общаться но на таких условиях мы не будем продолжать общаться а то есть или но можно там мотивы человека спросить а вот и сейчас какой целью это сказал ты мне сделал больно ты делаешь неприятно ты рассчитываешь на какое-то общение с на со мной на конструктивное и если человек после этого все равно продолжает не общайтесь или если там какая-то вынужденная дела бы деловая коммуникация по минимуму только по делу общаетесь не не позволяйте если уже сейчас такой дальше еще больше будут вас продавливать то есть если это уже какая-то система в ваших отношениях когда вас гнобят и так далее разбирайте систему по кирпичикам смотрите что то почему так человек себя ведет человек такой вы так себя поставили дисбаланс у вас тем более может быть нечего спасать уже нечего перестраивать здесь смотрите на то кто и зачем вам это говорит часто же кто вот такие вот вещи говорят давят на некие болевые точки в принципе люди закомплексованы которые в каждом свой комплекс видят проекции у них либо у которых настолько все болит что они быстрее другого стараются укусить чтобы как-то хоть этот яд разбавить поделиться этим ядом еще кто так себя ведет если это мужчина это какое-то начало общение то переевшие курсов пикаперы так себя ведут которые что-то не так поняли уже там начинают типа доминировать также себя ведут неисправимые просто тираны и абьюзеры личности психически нездоровые так себя ведут вот кто из вот этих персонажей вам кажется подходящим и адекватным для личного контакта для дружбы и так далее то есть у такого человека прежде всего что-то не так так что отслеживайте вот это вот человек который уже пытается вот так вот надавить на ваши болевые точки сделать вам еще хуже подмять вас но никогда этот человек кого-то совместного счастья с вами не построит дальше будет только хуже друзья мои дорогие если вам будет нужна моя помощь как психолога как коуча буду рад видеть вас на своих онлайн консультациях мои контакты внизу под видео пишите мне в мессенджерах и узнавайте условия проведения консультации всем пока всем до скорых волнующих встреч